В Государственном архиве Ростовской области хранятся рукописные материалы, записанные местным конзаводчиком, этнографом-любителем, собирателем калунинского фольклора Иваном Ивановичем Поповым. Фольклорные образцы собиратель записывал в 1890-1901 годах в местности Средняя Аюлан. Ныне это территория Целинского района Ростовской области. И вот в рамках исследовательского проекта Индиты калунинского фольклора из архива Ивана Ивановича Попова планируется ввести в научный оборот всю коллекцию собирателей. Это уже известно, что Иван Иванович Попов записал разные жанры калунинского фольклора. Это и сказки, и эпосы, и предания, песни по Рэми. Но вот в основном его коллекция известна только по сказкам. И то не все сказки опубликованы. Например, вот сказка, которую отмечал Алексей Алексеевич, она еще не опубликована про волка-оборотня и джангар. Но еще в его коллекции хранятся несколько еще рукописных тетрадей, которые до настоящее время еще не введены в научный оборот. И тот материал не опубликовался и не представлен широкому кругу. К примеру, это, как сам собиратель называет, болевые сказания. Но это больше, наверное, предания. В которых заявлено 29 образцов, но сразу отметим, что рукопись некомплектна. И представлено 16 только образцов. Что удивительно, 15 образцов записаны от одного сказителя Кирсана Атинова. И только 16 образец записан от другого сказителя Арслана Муковюнова. Вот Иван Иванович Попов, кстати, всегда в большинстве своих. И вот в этой тетраде «Рукописность. Болевые сказания» я бы хотела привести небольшое такое предание. Интересно представлено здесь неизвестное, по крайней мере, для меня животное. Я его прочту, оно коротенькое. Сказание о звере, называемом «Дом». В безлюдной пустынной местности жил зверь, называемый «Дом». Рядом были животные его помощники. Много разных. Самые сильные звери вместе с ним пили воду из кипящего ядом озера. Дом приходил первым. Ударив по воде хвостом, делал подношение кропления. И только после того, как он напивался и уходил, пили в звери помощники. Тот зверь, называемый «Дом», не болел и был бессмертен. Однажды, напившись воды, он, уходя, разгневался на слона и боднул его рогами. Тот повис на его рогах. Из него потекли соки и кровь. Его плоть зачервивила. Рога зверя разъели черви. От этого зверь, называемый «Дом», стал бессмертным. И вот Ивана Ивановича, вот, начинка закончилась. Вот, меня интересовало, может быть, кто-то знает, что это за животное. И я хочу еще сказать, что это животное упоминается и в другом сказании, посвященном Цибегдарджи, о том, когда, ну, как бы, одним из моментов, включенным в это предание, когда Цибегдарджи охотится на лесу, называемом, ну, или в местности Барсин Булунгде. И вот он настигает, там написано, что будет спящего вот этого зверя «Дом». И как «Эвчляд» преподносит его китайскому императору в подарок. Вот такие интересные образцы в тетради с болевыми сказаниями. Также еще, ну, до этого Байра Басанговна уже представила тетрадь рукописную с пословицами и поговорками. Также еще есть тетрадь с загадками, где 367 загадок записаны на ясном письме, в том числе там и триады, и перевод сделан к 326 образцам. Также есть рукописная тетрадь с религиозными сочинениями, которая раньше нигде еще не упоминалась. В ней представлены различные образцы буддийской литературы, это переводы важных буддийских сутр, комментарии к сутрам, предсказания, сочинения, относящиеся к повествовательной и обрядовой литературе. Ну, сразу оговоримся, что не все тетради имеют продолжение, хотя Иван Иванович Попов отмечает в конце многих тетрадей, что имеется продолжение. Но вот в настоящий момент наша задача состоит в том, чтобы отыскать эти недостающие тетради. Это касается сказок, касается пословиц и поговорок, касается преданий. Тогда будет восстановлена полная картина фольклора донанских калмыков и представлена полная коллекция, собранная Иваном Ивановичем Поповым. Спасибо.